добрый день сегодня ответы на ваши вопросы с удовольствием жду прямо этого дня потому что ну во первых мне самой интересно интересно что что интересует вообще наших зрителей вот но и потом естественно желание помочь тоже всегда у меня есть потому что если я могу вообще чем-то помочь я просто буду счастлива хотя конечно к сожалению ну не всегда все получается даже с нашими советами и у нас тоже да вот еще что хочу все таки сказать значит когда мы показываем нашу теплицу мы естественно тоже как любители растений собираем разные какие-то новые сорта редкости какие-то и естественно пытаемся их вырастить для того чтобы потом размножить и соответственно удовлетворить ваш же спрос и вы знаете так смешно бывает когда вот допустим сидит у нас там два черенка только купили все эти два черенка мы ждем боже мой пойдут в рост не пойдут укореняться или нет тут же приходит заказ эльмира тофиков на я хочу купить три таких а он у нас один еще не укоренившийся поэтому вы внимательно все-таки смотрите что есть на сайте вот как только что-то у нас появляется интересное мы тут же выставляем на сайте а это извините уже когда будет тогда будет ну давай волос первый вопрос здравствуйте как вы относитесь к высадке нескольких растений в один общий горшочек например монстера и папоротник не будут корни мешать друг другу будут конечно но будут но мы миллион раз уже я об этом говорила естественно растение природе вот природе да берем метр какой-то допустим луга или любого другого растительного сообщества растение постоянно конкурирует там и если вы это же вот такой опыт студенческий приходишь на этот метр и описываешь столько-то мятлика столько-то дуванчика столько там не знаю овсяницы столько-то клеверы и так далее приходишь через неделю а соотношение меняется и одни конкурируют с другими выбивают эти виды и так далее вот так и происходит смена растительных сообществ на земле поэтому естественно что растение тоже в одной емкости конкурирует друг с другом лучше этого не делать добрый день скажите голландский папоротник дохнет это нормально надо ждать когда пойдут новые вайли и что делать температура 2224 влажность 7090 значит голландский папоротник это не диагноз понимаете что значит голландский папоротник просто пришло растение в каком она состоянии пришло в каком состоянии вы его купили если растение здоровые хорошие тоже уже говорила тысячи раз о том что голландия это не означает плохо это все очень хорошо мы же тоже пользуемся огромным количеством голландских растений все они прекрасно растут в этом субстрате что-то значит не не подошло этому растению понимаете поэтому надо внимательно посмотреть пойдут не пойдут мне трудно сказать тут только все эмпирическим путем срежьте плохие вае если что-то есть зеленый вы видите там улиточка раскручивается или что-то дождем тогда ставим на свет соответственно умеренно поливаем ждем ни температура не влажность в этом случае не абсолютно не играет никакой роли но понятно что и тропический папоротник и лучше чтобы температура не было там минусовой а так что должен расти если в принципе растение живое потому что вот я иногда смотрю как у нас выбирают растение вот понятно вот стоит там допустим три растения два таких мощных хороших ну а одно немножечко похоже я бы его не взяла человек берет из каких соображений иногда подходишь говоришь возьмите лучше это мне смотрит косо что типа я хочу что-то там впарить не знаю что ну в общем короче надо ждать здравствуйте купила пару месяцев тому назад налину узнала что запаянная специально чтобы не росла правда ли это выбирается оно и те г давайте спасибо тап олено я запаянной в эту процент 3 запаянную дры этот всего мPeople да запаивают эту цену инолину и юку запа я мя мне не для того чтобы она не росла для того чтобы туда не попадал инфекция как правило это парафином происходит парафином ну или каким-то таким нейтральным совершенно веществом и все чтобы вот этот срез потому что как их выращивают это режут палки соответственно так же как я показывала недавно черенкование драцента просто у нас тоненький ствол и я еще смотрю если ствол достаточно сухой но как бы и не обязательно это делать но это делается именно с этой точки зрения сама эта макушка растить все оно не будет все равно пойдут боковые поэтому это это никак не влияет на рост абсолютно подскажите обязательно ли сажать бегонии только верховой торф как как его подсказывают извините вы нас учили не верить им блогерам но они показывают все красивое как быть когда пересаживать бегонию декоративно лиственную значит мне много лет я уже это говорила ну и вы наверное понимаете и я рассказывала что в детстве у нас росли бегонии дома моя мама выращивала бегонии тогда верховом торфе не было вообще ничего из неизвестно значит что делали брали где-то на дачу землю ну что-то добавляли песок рыкалая какую-то листовую землю вот таким вот образом я когда пришла в семи шестом году работать в ботанический сад там ни о каком верховом торфе никто не слышал там привозили земля у нас была хвойная земля листовая что еще было черный торф был песок был вот это и смешивали и если вы читаете старые книги там боже мой чё только не написано 1 8 такой земли 1 8 такой 1 8 такой хотя как я уже говорю это совершенно лишено всякого смысла поэтому я считаю что бегония растут в любой земле просто она любит чтобы земля была рыхлая вот и все дел и потом я не учу никого не верить блогерам блогеры слушайте есть разные есть очень какие-то опытные люди которые на своем примере хотят нам рассказать что знаете вот так делать лучше я тоже вот приходит к нам разные люди и рассказывать вы знаете вот у нас опыт вот такой положительный почему не попробовать можно но что касается бегонии вот стоит например вот такая бегония или декоративные листины вы можете выращивать любом легком субстрате вопрос про грунты в нашей теплице задают растения в нем растут на протяжении многих лет какой состав этого грунта как его содержит чем обогащает какие вносят удобрения ваши растения растущие в грунте прекрасны значит просто вот вот ответить на этот вопрос это наверное невозможно дело все в том что этот комбинат наш задумывался как комбинат для выращивания овощей помидоры и огурцы выращивались в грунте вот с тех пор эти грунты сохранились мы их практически не меняем периодически когда вот мы ну что мы можем сделать ну там почистили все перекопали просто подрыхлили перекопали посадили новые растения так они растут мы естественно кормежки устраиваем в теплое время года примерно раз в две недели иногда раз в три недели но естественно растение сидит в грунте мы этой же допустим фертикой а вообще мы наверно покупаем какие-то наши азотные удобрения которые дешевле чем фертика не знаю даже сейчас точно не скажу чем надо просто посмотреть что покупали последний раз вот это азотные удобрения потому что в основном мы кормим азотом и соответственно просто поливаем под корень вот и все обогащение а вот как эти грунты были с колхозных времен я не знаю комбинату сейчас наверно уже нашим теплицам когда-то праздновали 25-летие сейчас уже на 35 лет ну вот мы не меняли грунты вообще никак так что вот что есть то есть чем подкормить лавровое дерево сидит на одном месте лавровое дерево подкормить все тем же универсальным удобрением это же такое одно из самых простых растений и в конце концов естественно дело не в удобрении дело в том что она как-то затянулась потом пойдет в рост но сейчас кормить можно сейчас хорошо сейчас день длинный можно подкормить и подбодрить его может быть он и проснется таким образом но думаю и без подкормки тоже проснется как вы относитесь к водным растениям к примеру если выращивать те же лилии или лотос домашних условиях стоит ли в принципе заморачиваться с подобными растениями домашних условиях ни в коем случае ни в коем случае это самые светолюбивые растения вы понимаете что водоем все-таки для прудов да да конечно водоем водоем это всегда место очень освещенное солнцем особенно если речь идет допустим о лотосе но представьте себе нашу астрахань представьте себе сколько солнечных дней там и какое там солнце ну я уже не говорю конечно про тропики где лотос растет индия таиланд вьетнам вся юго-восточная азия она в этом растении то же самое кувшинки есть у нас тропические и есть кувшинки которые в нашей средней полосе растут если у вас есть возможность выращивать это на улице конечно я вам очень рекомендую растут прекрасно не подмерзает ничего и у нас то мы тоже продаем кувшинки но если вы хотите вообще ознакомиться с этим вопросом я очень рекомендую вам вот просто делаю рекламу этому человеку есть такой александр марченко сидит он в тарасовке пушкина вот ну слушайте это прекрасный парк прекрасный сад у него такое количество сортов кувшинок он их конечно продает найдите его где-то в интернете можно с ним договориться подъехать купить разнообразие не хуже чем в тропиках прекрасные кувшинки поэтому лучше все-таки делать на улице вы просто дома тратить огромное количество света освещая одно это растение знаете это даже выглядит будет как-то не очень хорошо подскажите пожалуйста как правильно удобрять растения везде говорится что поливать надо по влажной почве а потом по влажной почве удобрять разве так не будет переуложнения значит я тоже уже рассказывала ну видимо новые какие-то зрители подключаются как мы делаем ни в коем случае нельзя удобрять по сухой почве потому что мы с вами удобряя вносим соль понимаете и как растение среагирует на эту соль неизвестно тем более вы можете допустим и переборщить а я всем говорю как написано пакете так и поливайте потому что у нас любят так погуще нет погуще здесь не проходит вы сожжете корни вот поэтому нужно обязательно растение пролить пролили растение день она стоит два мы вижу видим что земля влажная вы смотрите насколько ваше растение быстро просыхает если она просыхает через день значит на следующий день удобряем если она просыхает через три дня можно через день удобрить но чтобы почва естественно в горшке была влажная чуть влажная это не значит там должна чавкать как бы вода нет 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 пролили обычным способом там как вы поливаете с каким-то там режимом день прошел на следующий день поливаете по сухому не поливаете не 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 подкармливать спасибо огромное за вашу работу я стараюсь учиться на вашей информации три года назад мне подарили гузманию она отцвела и дала деток я пересадил их как только завяло материнской часть но уже два года они у меня не зацвели только набирают листья что я неправильно делаю не хватает цвета просто для бромели бромели когда в домашних условиях не цветут им просто не хватает цвета если есть куда-то выставить посветлее выставляйте обязательно за цветут вообще конечно бромели вы можно заставить цвести с помощью ацетилена ну и мы раньше делали так брали кусочек карбида кальция капали воду и соответственно вот эта вот жидкость прямо в розетку капали это как бы провоцирует что у нас еще дает актере спелое яблоко например если положить рядом спелое яблоко он тоже выделяет ацетилен в меньшем конечно количестве это тоже может спровоцировать но самое главное для бромелевых это свет и потом если у вас например материнское растение дало две-три детки и они сидят они тоже конечно могут зацвести вы убрали материнский этот побег вот но в принципе лучше их разделить каждый посадить в отдельный горшок чтобы они как больше было пространство они были сильнее и соответственно плюс опять-таки свет обязательно зацветут помогите пожалуйста не знаю что случилось моими сантильерами в основании розетки на самых молоденьких листочках ржавые сухие пятна корни отличные не заливаю и поражается точка роста листья сами жесткие хорошие но в центре ржавчина какая-то так хорошо росли что это приключилось но у нас тоже такое вот было явление просто стали обрабатывать честно говоря от гриба сначала думали может кто-то там выедает что-то стали обрабатывать от гриба попробуйте препарат прогноз вот который я рекомендую для груш потому что у нас на груш вот это была голландская болезнь груш соответственно листья тоже рыжеет коричневеет пятна такие появляются вот попробуйте обработать вот пообрабатывайте там раз в месяц с той концентрации как там написано может быть и поможет добрый день подмосковье всю зиму шторы на окне не было сторона западная растения стоят на окне вдоль стены один метр от окна стоит ли в апреле на лето вешать дневную шторы или это солнце не опасно но вы сами смотрите постойте в когда в этом западном окне появляется солнце смотря когда она появляется если она появляется допустим часов 5 вечера то понятно что уже она садится и уже ничего там не будет постойте в это время окна и посмотрите жарко вам были нет вот и все и тогда уже решите нужно или потом растение подскажет если растение начинает немножко желтеть значит что солнце переизбыток на это время только закрывать но если это запад я думаю что никакой необходимости в этом нет даст тебе расскажите как правильно и как часто поливать платицериум на блоке покупала у вас в теплице грунт полностью окутан сухими листьями куда лить воду абсолютно не видно пока только опрескиваем но боюсь чтобы не засох но знаете как на блоке лить воду то некуда в общем-то поэтому вы тоже смотрите по состоянию растений вы можете на блоке не опрыскивать его конечно носить в душ на отнести в душ но я бы так сделала отнесла бы в душ чуть теплой водой там допустим в ванне или в душевой кабине его как следует полила мы пусть он там мокром состоянии полежит но такую процедуру можно делать там раз в неделю летом зимой можно реже я думаю что вот этого будет вполне достаточно даже в принципе ему не нужно чтобы он был очень влажным вот так что вот вот такой режим отлично будет для него прошу рассказать подробнее о таберне монтане у меня уже кустик больше метра почему сохнут кончики листьев стоял и на юго-восточном окне теперь поставил на пол разницы нет кончики сохнут пересаживала в прошлом году в интернете мало информации о ней грунт универсальные может надо грунт как азалия в интернете пишут подсыхание кончиков листья эта особенность такая у него и я не верю что то не так значит если бы я знала секрет как избавиться от подсыхания кончиков листьев наверно мне дали бы нобелевской премии я так полагаю но тут действительно таберна монтана она требует кислого грунта я не думаю что это сильно скажется на вот этом вот подсыхание но выглядеть будет гораздо лучше кроме того что листья не подсыхают они еще становятся такими знаете хлорозными такими светлыми поэтому раз в месяц нужно проливать это растение кислой водой то есть ли 1 грамм лимонной кислоты или чайная ложка лимонного сока на литр и проливаете вот таким образом землю почему это надо делать раз в месяц потому что естественно нас вода вся либо нейтральная либо слабо щелочная и просто эта кислота вымывается поэтому это надо регулярно повторять таберна монтана вообще растение достаточно капризное в горшках растет плохо в грунте растет получше но тоже вот посмотришь что-то раз с ней случается ну к сожалению такая вот особенность я не знаю как она у себя на родине выглядит может она точно так же выглядит мы же не можем ничего сейчас сказать вот поэтому но надо с этим просто смириться ничего такого страшного нет если она вас все-таки цветет и сам вкус неплохо выглядит но это прекрасно уже вы считаете что вы достигли успеха трагисканца сила монтана растет на балконе уже 10 лет ежегодно надземная часть отмирает к марту из корневища просыпаются побеги в августе начинает быстро расти в сентябре и октябре обильно цветет но в этом году техничка по незнанию оторвала в марте свежие вышедшие побеги так что остались только корневища что делать вернется ли он к жизни или нет в теории вернется если она не вырвала вот эти корневища которые в почве то должен вернуться к жизни но потом трагисканцы слушайте не такой уж прямо дорогой растение ну купите новое уж если уж если не пойдет то ну чё там ну ну вообще-то все давно а то что она оторвала надо было бросить в воду и тут же водолоба корни ну короче говоря я думаю что отобьет новые побеги и не такие простецкие и легкие растения отбивают новые побеги поэтому будем надеяться что все будет нормально но если нет но поменяете ну что там уж говорить про три дистанции кажется еще никто не спрашивал как вы относитесь к всевозможным биостимулятором как то и пин циркон hb 101 и же с ними это вообще что и как работает значит по своей наивности в начале своей работы как только это все начало появляться я пыталась как-то делать еще когда у нас была передача слабком растительной жизни мы тоже стали смотреть что и как я никакого результата для своих растений не увидела вот существует удобрение универсальное вот она работает а вот это я к сожалению не знаю может быть у кого-то есть положительный опыт я ничего не хочу сказать но у меня такого опыта к сожалению нет это ничего не помогает даже больше того я брала например там гетерооксин индолил масляной кислоты для черенкования растений я тоже не могу сказать что вот я поставила в раствор индолил масляной кислоты и у меня полезли корни не и этого нет если благоприятные условия если благоприятные если хорошие черенки и вообще мы знаем что это растение укореняется то вот пожалуйста вот результат может быть почти стопроцентный а так конечно нет вот даже на улице я хочу сказать когда допустим приходит вот вот сейчас пришла машина там с голландскими растениями свойными мы обязательно сажаем это растение но она приходит с комом сажаем уже в горшок такой стационарный и через несколько дней проливаем обильно и потом поливаем зеленой иглой например удобрением или очень хороший хвойные дабы для удобрения для хвойных немецкие просто они дороже у нас растений много мы нашим удобрением гуським поливаем вот и вот это работает никакой эпин никогда мне ни в какой ситуации не помог поэтому не буду ничего говорить говорю только о своем опыте скажите пожалуйста моего цикоса на шишке присутствует мох нормально ли то или болеет мох присутствие мх совершенно не означает никакую болезнь но при чем тут болезнь мог этому мог образуется когда есть какое-то переувлажнение понимаете поэтому когда-то переувлажнили естественно завелся мох если сейчас вы подсушите мох то он может остаться прошло все равно как-то поливаете но в принципе должен пропасть потому что он появляется только когда есть избыток влаги но цисус этого не любит подсушите здравствуйте привез полтора года назад с модейры клубни гидихиума развивается он достаточно хорошо и в целом неприхотлив но очень хочется цветения реально ли это в комнатных условиях ну знаете как я никогда его не пробовал в комнатных условиях если честно даже не могу ничего сказать здесь у нас много разных гидихиумов они цветут но ну как в комнате ну я даже не не знаю он опять все зависит от цвета вы же понимаете что цветочные почки набираются только на свету поэтому ну попробуйте поставьте куда-то где светлее и может быть и зацветет а так конечно заставить цвести чрезвычайно трудно потому что у нас другие условия но у нас не модера понятно вот ну или на улицу может быть как-то выставить но тоже очень аккуратно сначала надо выставить куда-то в тень потом перевести в рассеянный тень а потом уже выставить может быть на солнце ну и может быть и завяжется цветочной почки здравствуйте как отличить панданус от юки вроде как у всех листья зазубренными интересно именно как отличить пока растения маленькие во-первых не помню юг с зазубренными листьями даже не знаю что вам сказать это мне очень сильно напомнило значит когда-то лет двадцать назад пришла ко мне работать соседка и она мне все время задавал один вопрос но как ты отличаешь что и от елки вот примерно это такой же вопрос панданус это совершенно другое растение она и нарастает по-другому даже в маленьком варианте если мы с возьмем под я ни разу не видела у юки зазубренных краев даже участ вспоминаю у кого у каких юг могут быть зазубрены бывают на лины с такой тонкой но она нарастает по-другому понимаете вот эта на лина с зазубреными у нее уже там есть попочка и она такой стволик а панданус он совершенно по-другому нарастает поэтому не знаю пришлите фото мам скажем что это вот и все опять насчет юки подскажите пожалуйста что делать я обрезала макушки у юки их 3 укоренил и посадила и обрезанная юка не дала новых порослей а только пошел прирост от корня и стоит теперь лысая теоретически должна дать иногда это бывает очень долгий процесс вот я же недавно показывала когда делила драцену у нас сидит юка в грунте вот тоже сидела палка сидела 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 потом раз вдруг пошли боковые побеги ну это вопрос времени и желание самой юки поэтому тут тяжело что-либо сказать в конце концов даже то что пошла вот эта нижняя как бы розетка слушать она вырастет она тоже около этой палки сядет даст эта палка хорошо но если уже там через год-два не даст ну вот за на замену ей придет вот это вот боковая поршень так тоже бывает что прикорневая поршень начинает расти эти что-то она обязательно при обрезании отрыгивает поэтому когда мне задают вопрос что вот мы сейчас режем верхушку и сейчас заколоситься запуститься и так далее нет далеко не всегда ну ждите ну и последний вопрос просматривала ваш ролик про эскенантус соблюдаю все условия его содержание тем не менее он у меня сначала скручивает листья а затем сбрасывает их не пойму с ним и так что ну это это тот случай когда по телефону доктора доктора звонят и говорят слушайте у меня болит живой нужны еще какие-то данные чтобы все-таки понять что происходит понимаете иногда бывает и у нас что-то происходит мы не знаем что с этим делать но естественно смотрим начинаем смотреть если что-то на листьях вытаскиваем газка смотрим а корни живые или неживые если можно перечеренковать перечеренковываем и может быть вот этот черенок пойдет и будет лучше развиваться но купите другое растение попробуйте если все время одно и то же происходит значит что-то неправильно в уходе значит может быть заливаете эскенантус не любит залива понимаете тут конечно надо просто включать голову и анализировать свою ситуацию то что я этой ситуации не знаю вот и конечно трудно очень давать совет если хотя бы я растение увидел тогда поковырялась бы и сказала да знаете вот скорее всего это так так и так а тут очень тяжело как бы что-либо говорить попробуйте подсушить потому что ну ну явно если вредителей нет и надземной части что-то с ней происходит у любого растения значит что-то с корнями посмотрите что с корнями с корнями что может быть либо засушено либо залито либо кто-то съел ну вот четвертого варианта не дано так что надо вот этот момент проанализировать и решить для себя что я делаю не так вот что либо очень мокро бывает так что посушим просушили забыли потом раз начали усердно поливать листья уже немножко свернулись давай поливать поливать а корней то нету они не могут эту воду переработать они начинают вот эти увядшие корни гнить вот вот как это происходит и когда мне говорят я точно следую вашим рекомендациям уже много раз говорила приходишь и смотришь никто ничего не следует а бы как там эти растения стоят у кого пересохли у кого перемокли у кого в поддонах вода стоит вот вот вам и все понимаете это кажется что вы делаете то что вам говорят но даже при этом тоже бывают какие-то недоразумения так что надо взять растение внимательно осмотреть вытащить еще раз говорю просмотреть корневую систему и тогда только можно решить что с ним происходит все ну вот на сегодня все значит начинается естественно улица я уже рассказывала про плодовые растения всевозможные особенно что касается нашей средней полосы чтобы вы сильно не обольщались насчет того что вот взяли сорт клубники да там написано там ягоды но не знаю там там 67 сантиметров ягоды все будет зависеть от погоды и все будет зависеть от вашего ухода опять-таки еще раз говорю вот покупают хорошие сорта потом не ухаживают все зарастает травой и сидит эта смородинка как из горшка посадили три года сидят такие вот две ветки поэтому вот это тоже возьмите на вооружение мой рассказ и дальше задавайте вопросы по открытому грунту тоже будем что-то рассказывать и наверное будем еще показывать сюжеты как мы чего сажаем кстати опять таки возвращаясь к сюжету когда меня кто-то критиковал что все было неправильно значит хочу сказать что соседи этих людей у которых мы делали вот эти две прекрасные композиции сейчас уже просто со всех сторон нас завалили заказами именно вот выхват этом коттеджном поселке поэтому людям то нравится а уж кому что-то не понравилось но это товарищи мои дорогие дело вкуса кому-то и джаконда не нравится ну что теперь делать мы все разные поэтому успехов вам всего вам хорошего желаю не болеть не вашим питомцем не вам главное здоровье до новых встреч